Данный фильм рекомендуется к просмотру после документальной ленты «Эндшпиль. Проект глобального порабощения», являясь его логическим продолжением. Вопреки слухам, что до меня дошли, я не родился, как обычные люди, в родильном доме. На самом деле, моя родина — планета Супермена, Криптон, и я послан сюда для спасения планеты Земля. Мы не можем более полагаться исключительно на наших военных в плане достижения целевых функций по безопасности, которые мы определили. Каждый в возрасте от 18 и до 25 лет пройдет базовую трехмесячную военную подготовку. У нас будут гражданские силы национальной безопасности, ни в чем не уступающие военным. Это в наших силах. Это в наших силах. План реформы здравоохранения Обамы будет охватывать все необходимые медицинские службы. Это в наших силах. Обама — бессовестный лгун. Он работает для Уолл-стрит. Он доверенное лицо финансовых воротил. Как у вас получилось это число? 700 миллиардов долларов? Вот цитата представительницы казначейства. Это не основано на какой-то специфической точке отсчета. Нам просто требовалось указать действительно большую сумму. Демократам и республиканцам, кто выступил против этого плана, я говорю, это на вашу ответственность. Некоторым членам даже было сказано, что если они не проголосуют за, в Америке будет введено военное положение. Секретарь Генри Полсон, пока еще не Джордж Уашингтон. Не думаю, что кто-либо ставит под сомнение тот факт, что вы работаете, не покладая рук, мистер Кашкарь. Мы только хотим спросить, на кого вы работаете. Обама обещал продолжение переговоров с Мексикой и Канадой по сотрудничеству в безопасности и процветанию, что инициировал президент Буш. Бывший глава Белого дома начинает чертовски походить на нового. Роберт Гейтс останется на посту министра обороны, в крайней мере, еще на год. Множество источников знали об этой встрече. Другие же говорили, что она происходила в доме Хиллари Клинтон, что, очевидно, являлось ложью. Мы должны дать им возможность создать такой тип мирового порядка, какой, я думаю, многие из нас хотели бы видеть. Мы знаем, вы причина экономической депрессии. В ваших силах разрушить экономику, восстановить ее, а затем довести до банкротства. Мы знаем, что вы враги свободного человечества, и мы стоим здесь, выступая против вашей тирании. Обман Обамы. Правда наносит ответный удар. Крис Лоуренс Паркер. Кэрэс Уан. Легенда хип-хопа. Барак, он как администратор в Бургер Кинге. Другие президенты тоже, включая Буша. Аналогия следующая. Если ваша картошка холодная, если ваш гамбургер сыроват, вы возвращаетесь в Бургер Кинг, подразумеваете Америка или ваше правительство, и говорите, мой гамбургер остыл, дайте мне свежеприготовленную картошку. Для начала вы идете к кассиру. Кассир – это суд. Вы приводите свои доводы судье. Если вы не добились справедливости с кассиром, судом, то вы говорите, я хочу видеть администратора. Я пойду в Верховный суд. Дайте мне президента. Выходит администратор. Привет, чем я могу вам помочь? Теперь администратор может отменить решение кассира. Но вы никогда не увидите реального владельца Бургер Кинга, представляющего возмездное право действовать администратору от своего имени. Если вы не добьетесь правды и с администратором, то вам надо встретиться с реальным владельцем компании. Мы должны добраться до самой верхушки. Или основа основ, иными словами. Нам надо идти к подлинным архитекторам нашего правительства. А это уж точно не президент. Это все часть одной глобальной системы. Джесси Вентура, бывший губернатор Миннесоты. Американские политики сегодня напоминают профессиональных борцов. Вот что я имею в виду. Перед камерами и на публике мы все ненавидим друг друга. Я готов надавать моему оппоненту по заднице. Я готов кричать про него любые пакости, готов выбить из него всю шелуху. Но за кулисами мы все друзья, и вместе идем в закусочную. Да, так и есть. Так оно все и работает. Большая семья. Шоу-бизнес. Это шоу-биз. И он у нас сегодня в политике. Демократы и республиканцы на деле не противостоят друг другу. Правые, левые, ничего не значат. Истина лишь в следующем. Работаешь ли ты для Уолл-стрит, или пытаешься защитить народ от финансовых воротил. Джо Роган. Юморист, актер, продюсер, сценарист. Вполне очевидно, что определенные финансовые структуры высшего уровня в нашей стране уже долгое время управляют политиками как марионетками. Факт в том, что мы даже видим, как это происходит, когда жертвуются миллионы долларов на финансовые фонды и избирательные компании этих парней. И что же нам ожидать чего-то положительного от такой расстановки дел? Америка 2009-го страстно ждала перемен. Прошедшие восемь лет оказались катастрофой. Это оружие массового поражения должно быть где-то. А вдруг под нами? Джордж В. Буш, который по идее является консерватором, утроил размер федерального правительства, расщепил Конституцию и разрушил репутацию Соединенных Штатов перед мировым сообществом. Неа, и там оружия нету. Нескончаемые войны. Миллионы мертвых иракцев и более пяти тысяч погибших в американских войсках. Патриотический акт. Необоснованное прослушивание телефонных номеров по стране и шпионаж. Диверсионно-десантные отряды, несущие службу на земле Соединенных Штатов. Рост изменческого Североамериканского Союза. Углубляющийся упадок, ведущий к полному экономическому развалу. Эти и другие факторы привели американский народ в состояние паники за свое будущее и за существование Соединенных Штатов как таковое. Элита оказалась в затруднительном положении. Люди начали видеть нечто большее, чем просто внешний фасад. За переднеплановой фигурой, за троном, стала просматриваться правящая элита. Впервые за историю США обе партии вызвали всеобщее отторжение. Рейтинг популярности Конгресса составил всего 9%. Планы глобалистов застопорились. И затем... На сцене вдруг появляется человек, обещающий перемены. Перемены, в которые мы все поверили. Барак Обама пообещал конец войны и скорейший отвод войск домой. Он обязался защитить Конституцию и запретить федеральному правительству шпионить за американским населением. Будучи кандидатом в президенты, Обама говорил американским рабочим, что собирается прекратить все проекты, связанные с нафта и гад. Однако он уже идет наперекор своему слову. В этом фильме мы приведем документальные доказательства, что Обама говорит одно, а делает совершенно другое. Что он служит тем же самым интересом элиты, что притворял в жизнь и Буш в свое время. Интересом, провоцирующим финансовый крах и формирование диктаторского мирового правительства. Данный фильм не о правых и левых. Он вне партий. Наши прошлые документальные фильмы выдвигают наиболее серьезные, когда-либо сделанные обвинительные акты относительно действий Джорджа Буша и его администрации. Если люди надеются повлиять на реальные изменения к лучшему, то им не следует опираться на творения создателей поддельной реальности с Мэдисона Веню, кто провозгласил Барака Обаму спасителем мира. Чтобы сменить наш курс с тиранией на свободу, чтобы коррумпированная элита потерпела поражение, нам следует выйти за сферу шестеренок и обратить внимание на реальную силовую структуру планеты, и ее пружину. Сегодня новый мир открывается нашему взору. Мир, в котором существует весьма реальная перспектива нового мирового порядка. Вебстер Гриффин Тарпли, известный геополитический аналитик и историк, среди его исследовательских работ закрытые биографические свидетельства Джорджа Герберта Уолкера Буша и Барака Хусейна Обамы. С тех пор, как Буш-старший в сентябре 1990 года произнес речь в ООН, говоря о новом мировом порядке, я был поставлен в тупик насчет происходящего сегодня в мире. Новый мировой порядок – это более аппетитное понятие, название для англо-американской мировой империи. Это планетарное доминирование Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, над всем остальным миром. И если бы это было названо «англо-американская империя», то у людей по всему миру это наверняка вызвало бы своего рода отторжение. Но если это назвать «новый мировой порядок», то люди в Индии или, к примеру, в европейском сообществе, возможно, подумают, «Ну, это для нас тоже что-то может означать». Только это совершенно не так. Это англо-американский новый мировой порядок. Что на деле означает «старый мировой порядок». Британская империя, трансформирующаяся в американскую империю, сливается в единое целое. Картели сильных мира сего всегда боролись между собой за уровни власти. Джеральд Селенти, один из известнейших во всем мире экономических аналитиков и основатель Института исследования трендов и,ными словами, тенденций развития. Люди, знающие, в курсе, что борьба, сотрясающая эту страну, еще со времен ее зарождения, ведется за недопустимость центральных банков к взятию верха над Отечеством. Потому в свое время и были выбраны такие люди, как Эндрю Джексон. И вот почему люди почитают таких личностей, как Томас Джефферсон и подобных. Произошло поглощение, корпоративное поглощение. Агентура Банка Англии не раз предпринимала попытки убить президента Эндрю Джексона за его противодействие учреждению частного центробанка в Соединенных Штатах. И было еще кое-что, о чем предостерегал Абрахам Линкольн. И, кстати, я считаю это причиной, по которой он был убит. Вот что сказал Линкольн. Денежные силы охотятся на нацию в мирные годы и тайно консолидируются против нее во времена бедствий. Они деспотичнее монархии, наглее самодержавия, эгоистичнее бюрократии. Я вижу приближение кризиса в ближайшем будущем, что не оставляет меня в спокойствии и наполняет опасениями за безопасность страны моей. Корпорации взошли на престол. Эра коррупции последует. И силы денежные стороны нашей сделают все для сохранения царствования своего, играя на предрассудках народа, пока богатства всей страны не сосредоточатся в руках кучки людей и падет республика. Уолл-стрит убила Мэйн-стрит. Я знаю, насколько непопулярно сегодня быть замеченным в поддержке банков, особенно когда каждый в той или иной степени страдает от их неразумных решений. Клянусь, я это все понимаю. Вплоть до убийства Кеннеди и начала войны во Вьетнаме, Соединенные Штаты являли собой подлинно мощный двигатель мирового прогресса. Это убийства Кеннеди и другие убийства в 60-х, начало войны во Вьетнаме и абсолютное доминирование лидеров Уолл-стрит над любыми другими интересами. Никто не принимается в расчет, за исключением самих хозяев денег. Это преобразовало США из двигателя прогресса в кое-что совершенно иное, во всеразрушающую силу. Военно-промышленный комплекс доминирует над страной на пару с бандой с Уолл-стрит. Если вы также глянете на список людей, которых Обама назначил на разные должности, они все с Уолл-стрит, это правительство Уолл-стрит, в соответствии с Уолл-стрит и для Уолл-стрит. Нет никого от тяжелой промышленности, от автомобильного сектора, ни одного из силиконовой долины, нефтепрерабатывающей промышленности, от обороны, от рабочего класса, женщин, отставников, не представлен малый бизнес, ничего, чистейший Уолл-стрит. Единственные люди, кто имеет голос в совещаниях Обамы, финансовые олигархи с Уолл-стрита. Это все. Более никто не оказывает влияния на Обаму. Это самая Уолл-стритная администрация, которую мы когда-либо имели. Президент Вудро Уилсон незадолго до смерти принес публичные извинения, сожалея, что был обманут группой международных банкиров, из-за чего вся финансовая система страны попала в их стальные лапы посредством закона о Федеральном резерве от 1913 года. По причине военно-промышленного комплекса или нет, потенциал гибельного роста скрытых сил существует и будет сохраняться. Дуайт Д. Эйзенхауэр Он предупреждал народ, что военно-промышленный комплекс захватывает страну. Всего через три года после своей отставки президент Эйзенхауэр пророчерски предостерегал касательно угрозы, заложенной в нашей правительственной системе военно-промышленным комплексом. Президент Джон Кеннеди разъярил всю элитную систему. Кеннеди был введен в игру кое-кем, кто ожидал от него роли марионетки. Считалось, что его отец-порнацист, Джозеф Кеннеди, торговец контрабанды и спекулянт, залог того, что и его сын, Джон, окажется покорен правящей элите. Они считали Кеннеди сексуально озабоченным и что им можно будет манипулировать через все эти слабости. Однако оказалось, что через его личные испытания жизнью Кеннеди прочувствовал индивидуальный смысл своей значимости, что выходило за рамки марионеточности. И он стал рассуждать о таких вещах, как восстановление экономики, мир во всем мире, развитие космической программы, создание связи с советами, полный контроль над федеральными резервами и о многом другом. Правительственное распоряжение за номером 11110, подписанное президентом Кеннеди, явилось началом процесса упорзнения частного федерального резерва. Кеннеди также стал инициатором реформы гражданского права, начал процесс вывода войск из Вьетнама. Кеннеди был нашим последним подлинным президентом. Олигархи предприняли быстрый и решающий ход. Джон Кеннеди в попытке вытянуть правительство из лап магнатов-грабителей был хладнокровно убит. Послание будущим президентам США и другим мировым лидерам стало ясно. Делайте, что вам скажут, или отправитесь в мир иной. Джон Фитчеральд Кеннеди был последним настоящим президентом Соединенных Штатов. И покуда глобалисты не лишатся своего могущества, у нас не будет реального президента. Что же насчет американского президентства, то вы должны запомнить, это марионеточный пост. Марионеточный пост автоматического уровня. Сама идея того, что Обама – это кто-то, кто пришел и начал осуществлять реальную власть, если он совершенно очевидно избран и слеплен из ничего этими финансистами. Президенты сегодня не намного значительнее корпоративных рекламных агентов, что принимают на себя все политические страсти, пока их регуляторы остаются в безопасной тени, вне глаз публики. Олицетворение хип-хопа KRS-1 известен не только миллионными продажами своих альбомов. Он неустанно возглавляет крестовый поход против подросткового насилия и энергично борется за права человека. Если они контролировали все это ранее, то разве есть причина, по которой они не могут делать это и сегодня? Страна была на грани революции. Они подкинули нам Чернокожего. Все сразу и утихомирилось. Они поддержали его денежно. Они создали для него связи. Они устроили для него махинации с голосованием. Они отдали его на раскрутку продажной масс-меди. Они снабдили его головорезами. Они даже завели избранных представителей, что угрожает заключениям в случае публичной критики в адрес Обамы. Это все марионеточные признаки, а это означает, что он и есть марионетка. В действительности, это даже большая марионетка, чем кто-либо до него. Он большая марионетка, чем миссис Клинтон, даже более, чем Маккейн. Он просто предел марионеточности, что у нас когда-либо был. Конечно, со времен Джимми Картера. Они надели черное лицо на новый мировой порядок, и теперь мы все счастливы. Я на такое не покупаюсь. В существующей структуре исполнительной власти, президент находится в услужении военно-промышленному комплексу, что принадлежит международным банкирам. В случае революции, население просто скидывает премьер-министра или президента. Элита же остается в полной силе, поскольку народ никогда не в курсе, кто их настоящий враг. В 1991-м во французском городе Эвен, наступая перед Билдербергской группой, вершина мировой правительственной структуры власти Дэвид Рокфеллер определил новый мировой порядок как систему мирового правительства на услужении у международной банковской элиты. Десятилетие, принадлежащее банкам масс-медиа, энергично нападало на каждого, кто осмеливался предостеречь общество о том, что властное мировое правительство строилось прямо под их носом, и что национальные суверенитеты умышленно уничтожались. А сегодня, после стольких лет усиленных отрицаний, сами масс-медиа и элита величаво объявляют, что мировое правительство не только реально, а также оно есть единственное спасение от финансовых кризисов, счастье на спланированных самой же элитой. Внезапно, Уолстри Джонал рассказывает нам, что Североамериканский Союз уже на пороге, и избавление от долларов в пользу объединенной валюты с Канадой и Мексикой – вот оно, благо. Лондонская Financial Times, публикуемая членом Билдербергской группы, ликующе пела, что властное мировое правительство скрывалось в тени для нашего же блага, и вот, наконец, наступило время показаться на свет из-за занавеса национальной безопасности. Глава аппарата Белого дома в администрации Барака Обамы, Рам Эммануэль, открыто заявил, что они не могут позволить, чтобы этот кризис прошел впустую. Вы бы никогда не пожелали, чтобы такой значительный кризис прошел впустую. Что я имею в виду? Это благоприятный случай, чтобы сделать дела, которые невозможно было сделать ранее. И Генри Киссингер, что дал Бараку Обаме первую работу после учебы в колледже, сказал по национальному телевидению, что экономический коллапс – это замечательный шанс для установления нового мирового порядка. Он утверждал, что Барак Обама – идеальная фигура для продажи миру этой идеи. Но он может дать новый импульс американской внешней политике, отчасти из-за его экстраординарного приема во всем мире. Думаю, что его задачей будет развивать общую стратегию Америки на период, покуда будет создан подлинный новый мировой порядок. Это великий шанс. Это не просто кризис. В июне 2006 года наша команда ездила в Атаву, Канада, чтобы собрать информацию о планах теневого правительства на следующие годы. Журналист-исследователь и популярный автор книг Дэниел Эстелин преследует Билдербергскую группу уже 16 лет. Его агентура внутри этой организации проинформировала его о планах элиты поднять цену на бензин до невообразимых в 2006-м, 94 центов за литр, иначе 150 долларов за баррель. Он также сообщил, что после оболванивания среднего класса на фондовом рынке, группа собирается сконцентрироваться на ипотечном рынке и окончательно разрушить общественное доверие. Есть кое-какая утренняя информация. На их конференции этим утром были разговоры об энергетическом кризисе и цене на горючее. На послеобеденной конференции, начавшейся в 4 или в 4.30 говорили, вернее, говорил один из делегатов от Америки, хотя мне не сказали, кто конкретно говорил, что американские граждане беспокоятся насчет снижения цен на недвижимость. Из-за этого они не инвестируют в нее. Их же задача создать видимость, что все в порядке. И то, что они собираются сделать в последующий год-полтора, привести рынок к уровню 98-99 годов. Они добьются, чтобы максимальное количество людей инвестировали свои небольшие остатки денег, после чего они сразу перегнут экономику вверх тормашками. Им требуется разнести экономику, поскольку, как только у нас кончится топливо, люди перестанут передвигаться, по крайней мере, так они говорят. А когда люди не имеют денег, они не передвигаются, не путешествуют, и по круговой. Поэтому они не тратят денег, что означает, что не тратится много бензина и природного газа. А скажите, какого плана этот источник? Вообще-то это два человека. Они члены Билдербергского клуба. Они участники клуба? Это участники Билдербергского клуба, которые уже не первый год участвуют в его заседаниях. Год назад они сказали, что цены на бензин подскочат до 150 за баррель. Раньше они были 39, затем взмыли до 76, практически удвоились. Если они снова удвоятся, то... Если они атакуют Иран, цена побьет отметку в 150. Год за годом Эсталин и другие репортеры, вроде Джима Такера, могут сообщать с великолепной точностью о грядущих событиях, поскольку они в курсе о планах Билдербергской группы. Билдербергская группа занимает вершину структуры мировой власти. 125 наибогатейших и чрезвычайно влиятельных личностей входят в ее состав. От Стамбула до Шантили в Вирджинии мы следуем за встречами этой группы. Билдерберг всегда требует от масс-меди полного молчания об их встречах. Еще до июня 2008-го мы уже вычислили, что Барак Обама – избранная марионетка элиты. Национальные средства массовой информации утверждали, что на выходные, когда намечалась встреча Билдербергской группы, в это же время у Обамы запланированы встречи с электоратом в Чикаго и на Среднем Западе. Мы были осведомлены лучше. По классическому принципу подставы, корпоративной прессе было сказано сесть на самолет, что был закреплен за предвыборной кампанией Обамы, и что Обама должен был бы присоединиться к ним в полете до Чикаго. Когда все зашли, конечно, кроме Обамы, люди из его штата захлопнули за ними дверь. Преданная пресса была в шоке, что самолет предвыборной кампании Обамы взлетел без самого Обамы. Роберт, почему до того, как не захлопнулись двери, нам не было сказано об этой встрече и что сенатор не будет лететь на нашем самолете? Папа, повторяю. У нас возникла необходимость. У сенатора Обамы возникло желание провести кое-какие встречи. У кое-кого есть желание встретиться с ним этим вечером в приватной обстановке. Что мы для него и устроили. Мы устроили эти встречи, этим вечером они и происходят. А что, это несколько встреч? Что, он встречается не с одним человеком? Я не буду углубляться в детали этих встреч. И не думаю, что владею множеством разнообразных ответов на все ваши вопросы. Обама не отправился в Чикаго. Он отправился на встречу. Тайную встречу. Первоначально предполагалось, что секретная встреча имела место в доме Клинтона в Вашингтоне обру Колумбии. Представитель Обама отрицал это, но не подтвердил, где бывшие соперники встречались на деле. Он также оставил без комментариев и темы их переговоров. В течение полутора дней все центральные средства массовой информации устроили переполох в курятнике, пытаясь обнаружить пропавших Хиллари и Обаму. Тремя днями позже корпоративная пресса вынуждена была признать, что они понятия не имели, куда испарились оба кандидата. И главное, что до сегодняшнего дня Клинтон и Обама вообще не разговаривали. Множество источников слышали об этой встрече. Слышали мы и от других, что оно происходило в доме Хиллари Клинтон. Но ведь ясно, что это не так. В 2008 след привел нас в отель Уэстфилдс Мариотт, прямо за пределами округа Колумбия в Вашингтоне. Мы только что прилетели в Вашингтон округ Колумбия. Мы направляемся в отель Уэстфилдс Мариотт. С завтрашнего дня отель закроют до конца недели, вплоть до выходных, для встречи группы Билдерберг. Но мы этим вечером в него заселимся. Завтра утром, конечно, нас оттуда выкинут. А пока мы движемся, прямо впасть к хищнику. Отель наполнится, по крайней мере, следующими секретными агентствами. ЦРУ, разведывательным управлением Минобороны США, МОСАД, европейскими органами безопасности. Мы зарегистрировались в отеле Мариотт за 48 часов до запланированного выкидывания администрации его постояльцев перед встречей в нем элиты. Здание отеля приютилось в самом центре военно-промышленного комплекса, прямо по соседству с ведомством Министерства обороны США, Национальным разведывательным управлением и компанией Raytheon, крупным поставщиком военного ведомства. План на сегодняшний вечер – постараться не оказаться арестованными, не попадаться на глаза службам безопасности, пробраться туда и заснять материал о прибытии элиты. Потому как некоторые прибывают ранее, они официально здесь все закрывают и затем покидают здания. Таков наш план. Я также сделаю звонок в международную синдицированную радиопрограмму Coast to Coast AM от побережья к побережью АЭЛ с Джорджем Нори. На протяжении всей недели каждый вечер он получает от меня информацию о развитии событий. Джордж, мы находимся в комнате отеля. Пока я дозванивался вашему продюсеру, Тому Данхайзеру, зазвучала пожарная сигнализация. В общем, все покидают здание. Я знаю, а это заранее подстроено. Они точно рассчитали начало всего этого. Откройте дверь, пусть услышат пожарную тревогу. Откройте дверь. Хочу, чтобы 16 миллионов слушателей услышали это в прямой трансляции. Джордж, вы слышите? Теперь они, конечно, используют это как оправдание. Отель Westfields Marriott, прямо под Вашингтонским округом Колумбия, в Чантильи. Они используют это, чтобы выставить нас отсюда. Те, кто посещал встречу Билдеберг два года назад, были задержаны и допрошены. Они сказали, что я причиняю неприятности Билдебергу своими действиями. И они хотят нас остановить. Это гарантировано. Где бы мы ни находились, за нами присматривают. Мы снимаем номер в другом отеле в городе. Его мы используем как штаб-квартиру. Они уже были там, задавали нам подробные вопросы. За нами следует постоянно. Теперь я наздаюсь в поддержке каждого. Я такому любого, чтобы они не попытались сделать подставу. Они могли бы состряпать какую-то пакость, сказать что-то вроде... Глядите, они не покинули здание во время этого звона. Зная, что я остаюсь на месте и продолжаю репортаж. И устроят нам что-то. Но опять же, телефон зазвонил. Ребята ответили на звонок. Я стою здесь. Тревога постепенно затихает. Прямо сейчас. Постояльцы выходят из отеля наружу. Конечно, никакого огня нет. Это просто какое-то безумие. Я также обратил внимание, что здесь сегодня было более сотни людей из служб безопасности. Но когда мы вернулись под вечер, местность напоминала город-призрак. Вот что еще не поддается логике. К нам подходил минут за 25 до начала всей заварушки парень из службы безопасности и сказал, Ребята, что вы тут делаете? Мы ответили, просто прогуливаемся и рассматриваем великолепный интерьер этого отеля, от которого мы на самом деле были в восторге, а так и заодно и снимая видеоматериал. И знаете, они сказали, здесь съемка камерами запрещена. Мы ответили, хорошо. И затем он сказал, у нас пару недель назад кто-то из постояльцев устроил пожарную тревогу. И я, и Роб, мой оператор, ушли и спрашивали друг друга, почему он начал нам рассказывать про пожарную тревогу. Они планируют что-то заварить вокруг нас. Но невероятно уже то, Джордж, что мы в центре этих событий. Следующее утро. Оставайся тут, запри дверь. Пошли. Выбираемся отсюда, Ричард. Оставаться здесь больше не безопасно. Мы выбираемся в самый подходящий момент. Это дорога из отеля? Да. За нами машина. Мы что, уже раз шесть свернули, а машина все следует за нами? Выглядит все так, будто он следует за нами. А выехал он из Мариота. Похоже, он немного в замешательстве. Не очень. Вот он. Вон в голубой машине. Мы направляемся обратно к Мариоту, где разворачивается место действия встречи Билдерберг 2008. За последние полтора дня мы успешно просочились внутрь отеля. Вышли оттуда с отличным материалом. За нами пытались и присмотреть. И теперь мы возвращаемся, чтобы осветить прибытие на элитных сановников. Именно сейчас наступает время их прибытия в последующие три-четыре часа. Мы сделали тридцатиминутную паузу, уверен, мы кого-то упустили, но это не столь существенно, поскольку данное событие освещает достаточное количество заинтересованных инфо-воинов. Мы будем находиться здесь следующие три дня, пока вы пытаетесь спланировать будущее наших судьб. Мы хотим забрать нашу судьбу обратно. Вы не наши боги и не наши хозяева. Мы засвидетельствовали по крайней мере семь автоколонн в сопровождении вооруженной секретной службы, въезжающей в Мариотт. И внутренние источники подтвердили, что оба кандидата посетили по крайней мере одно совещание конференции. Хотя группа Билдерберг имела стопроцентный успех в сохранении своих имен вне основных средств массовой информации, удача им не сопутствовала, когда дело дошло до всепроникающей независимой прессы. На протяжении всего события выступающие против нового мирового порядка протестанты и альтернативные средства массовой информации окружали отель. Вы всегда и везде на виду. Дэвиду Рокфеллеру, Джону Эдвардсу, Биллу Клинтону. Ваши игры в секретность окончены. О, это глава Федерального резерва, Бернанке. Бернанке, идите к чертям. Обама, мы знаем, что и вы здесь, Обама. Ваш график чист на следующие три дня. Мы знаем, что вы в Вирджинии. Смелые американцы прибыли сюда из разных концов Соединенных Штатов и скандировали в мегафоны на недалеком расстоянии от главного конференц-холла комиссионера мировой власти, что собрались внутри. Вы преступники. Центральные банки под вашим контролем. Деньги под вашим контролем. Вы оборачиваете прекрасную страну и весь мир в ночной кошмар. Мировая элита отчаянно старается сохранить в секрете организацию своих собраний. Они прекрасно понимают, что если население узнает, что руководящие принципы политики разрабатываются втайне во благо могущественной скрытой группировки, народ восстанет. Наша цель – публичное разоблачение этих преступников. Для представителей правительства встречаться с негосударственными лицами и обсуждать с ними мировую политику является уголовным преступлением. Таким образом, если кто-то из государственного департамента, министерство финансов, Белого дома, министерство обороны и другие подобные всплывают здесь, что они всегда и делают. Они совершают уголовное преступление, уже присутствуя на секретной встрече с официальными лицами других стран, обсуждая политику США в мире. Патриотический и гражданский долг каждой газеты, каждого диктора раскрывать уголовные деяния этих мерзавцев. Предварительные выборы послужили замечательным отводом глаз, покуда истинный будущий курс нации решался за закрытыми дверьми. Это ясно, что мы получили Билдербергскую группу, основанную бывшим нацистом Принцем Бернартом из Нидерландов. Мы получили трехстороннюю комиссию, основанную Дэвидом Рокфеллером и Избигневом Бжезинским. Они те, кто управлял администрацией Картера. Любой из администраций Картера, от самого Картера и Макдалия до Волкера и Бжезинского, все были участниками трехсторонней комиссии. Основатель рэп-группы антисоциальный элемент Public Enemy, профессор Грифф, поделился с нами своей точкой зрения относительно феномена Обамы. Голубая кровь дала Обаме зеленый свет. Определенные скрытые общества дали ему добро и ввели его в дело. И я думаю, что на сегодняшний день империализм и фашизм нуждаются в косметической операции своих ликов. И подтяжки лица должны сопровождаться изменением цвета кожи на черный. Почему я в это верю? Я просто считаю, что они хотят внедриться в Африку. Конечно, они уже в Африке, но им нужен тотальный контроль ее природных ресурсов, которые им потребуются в 21, 22, 23 веке. Вы понимаете? Поэтому я думаю, что они должны пройти через фазу оживления масс чернокожих людей. Они на самом деле верят в то, что перемены должны случиться, но перемены, о которых говорят они, совершенно не означают обязательного улучшения для народных масс. Наиболее вероятно, что те перемены будут переменами к лучшему, но исключительно для них самих. Те изменения не про нас. Человек мал на тотемном столбе. И никому нет дела до этих планов. Если он преподносит себя должным образом, оперирует правильными обещаниями, правильной улыбкой, повторяет красивые слоганы раз за разом, то это легко доходит до каждого дома, и средний американец запросто проглатывает этот крючок с наживкой, даже не задумываясь о реальных планах. В своей книге без извинений, написанной в 1964 году, сенатор Барри Голдботер сказал следующее. Предназначение трехсторонней комиссии быть средством многонационального укрепления коммерческих и банковских интересов путем установления контроля над правительством Соединенных Штатов. Трехсторонняя комиссия представляет собой искусную и согласованную деятельность по захвату контроля и объединению четырех силовых центров – политической, денежной, интеллектуальной и религиозной. В намерениях трехсторонней комиссии – создание в мировых масштабах экономической силы, превосходящей правительственную власть задействованных в ней суверенных государств. Как организаторы и руководители этой системы, они будут управлять будущим. Билдерберг издает исполнительные решения для реализации их своими подуправлениями. Трехсторонняя комиссия принимает планы развития у билдербергской группы и предваряет их в жизнь через региональные группы круглого стола в Европе, Азии, Южной и Северной Америке. Совет по внешним отношениям служит управляющей группой круглого стола в секторе Соединенных Штатов. Совет по внешним отношениям доминирует над каждой администрацией со времен Франклина Рузвельта. То, как они притворяют свою политику и осуществляют управление, я бы назвал многоцентровая олигархическая система. Вам надо быть финансовым олигархом. Запомните, это общество управляется не генералами, не священниками, не бюрократами, не демагогами, не кем из них, а исключительно банкирами. Банкиры руководят всем, они и учреждают остальные институты власти. Они организовывают дела, смоделированные в Королевском Институте Международных Отношений, теперешний Чатам Хаус и за круглым столом Милнера еще со времен окончания Англо-Бургской войны. Так что еще до начала Первой мировой войны они имели прямое влияние Британии на эти круглые столы, организации с публикациями и конференциями. Вот так они и осуществляют свою политику. После торжественного вступления Обамы в должность, члены Билдербергской группы, трехсторонней комиссии и Совета по внешним отношениям рассеклись по всем отраслям ветви исполнительной власти, заменяя участников трехсторонней комиссии и Совета по внешним отношениям, кто занимал эти позиции в администрации Буша. Когда вы смотрите на правящий класс Америки, у вас невольно всплывает определение, что они просто жалкая горстка неудачников и бракоделов. Они убогое оправдание правящему классу. И это одна из наших серьезных проблем. Возьмите Клинтона, Буша, Обаму. Что же остается неизменно, то это правящая элита, которая дает всем этим марионеткам распоряжения, которые они и выполняют. И распоряжения эти изначально являют собой фактическую несостоятельность. Привести они могут только к краху всей цивилизации. Что они делают в действительности, так это используют наличие Соединенных Штатов как некогда мощного суверенного государства для обыгрывания своих Уолл-Стрит-фантазий о мировом преобладании, поддержания структуры своих капиталов, сохранения системы получения прибыли путем узаконенного обворовывания. И это нельзя допустить. Основная проблема в том, что они силой отняли у нас нашу Родину, и нам следует забрать ее у них обратно. Нам надо освободить правительство от влияния Уолл-Стрит, и только таким образом у нас будет разумный шанс для возвращения к процветанию и определенному миру в плане международных отношений. Мы имели возможность взять интервью у экономиста и писателя Джорджа Хамфри. Они создали элиту власть имущих. О миллионерах тут даже не стоит и заговаривать. Это мелкая сошка. Вы не сможете стать членом их клуба, если вы только не мультимиллиардер. И, друзья, здесь разговор не о противопоставлении богатства и бедности. Тут мы говорим о очень, очень крошечной горстке наисквернейших преступных элементов на всей планете, манипулирующей людьми, уничтожающей их по всей нации и во всем мире. Насчет этого Обамы со своими переменами. Взгляните на тех людей, которых он поставил мудро управлять экономической регенерацией. Ларри Саммерс. Я в восторге. Они постоянно говорят о Ларри Саммерсе. Какой он гений. А вот другая сторона его гениальности. Он тот, кто помог отменить закон Гласса Стигала, Банковский закон установлен еще в 30-х годах, запрещающий коммерческим банкам заниматься операциями с ценными бумагами, что лимитировало в беспределе, которого уже и так хватало. В 90-х у нас был запущен механизм выпуска ничем не обеспеченных ценных бумаг, благодаря таким людям, как Алан Гринспен, Рубин Саммерс и другими людьми, кто сейчас возник в администрации Обамы. И эти ценные бумаги, я думаю, являются центральным ядром всей сегодняшней проблемы. Это все те же люди. Гайднер из Министерства финансов. Можно ли такое представить? Сегодня у нас министром финансов США стал Роберт Рубин, протеже группы Ларри Саммерса, что отменил закон Гласса Стигала и уничтожил инструкции, которые удерживали банки и брокеров от преступного беспредела. Он был президентом Нью-Йоркской ветви Федерального резерва. А сегодня он стал нашим министром финансов. Мы все уже сегодня знаем, что Федеральный резерв настолько же федерален, государственен, насколько и Федерал Экспресс. Этот частный банк. Как мы могли допустить, чтобы этот парень стал во главе Минфина? Уолл-стрит захватила Вашингтон при свете дня. Любые, кого назначает Обама, или сохраняют, или восстанавливают свое положение. Каждое из его назначений направлено против американского народа. Каждое из его назначений – это люди, которые работают для падения республики и конституции этой страны. Министр финансов Тимоти Гайтнер, участник Билдербергской группы и трехсторонней комиссии. Госсекретарь Хиллари Клинтон, член Билдербергской группы и Совета по внешним отношениям. Она замужем за членом трехсторонней комиссии, Чефферсоном Клинтоном, Билл Клинтон. Постол в Организации Объединенных Наций, Сьюзен Райс, трехсторонняя комиссия. Советник по национальной безопасности, генерал Джеймс Джонс, Билдерберг, трехсторонняя комиссия и Совет по внешним отношениям. Представитель советника по национальной безопасности, Томас Даннелл, трехсторонняя комиссия, Совет по внешним отношениям. Специальный посланник Государственного департамента, Генри Киссинчер, Билдерберг, трехсторонняя комиссия и Совет по внешним отношениям. Председатель Комитета по восстановлению экономики Поль Волкер, группа Билдерберг, Трехсторонняя комиссия и Совет по внешним отношениям Директор Национальной разведки, генерал Деннис Си Блеер, группа Билдерберг, Трехсторонняя комиссия, Совет по внешним отношениям Министр обороны Роберт Гейтс, группа Билдерберг, Трехсторонняя комиссия, Совет по внешним отношениям Зам госсекретаря Джеймс Стейнберг, группа Билдерберг, трехсторонняя комиссия, Совет по внешним отношениям. Специальный представитель Госдепартамента США Ричард Хаас, группа Билдерберг, трехсторонняя комиссия, Совет по внешним отношениям. Советник президента Алан Гринспен, группа Билдерберг, трехсторонняя комиссия, Совет по внешним отношениям. Специальный представитель Госдепартамента США, Ричард Холдрук, Билдерберг, Трехсторонняя комиссия, Совет по внешним отношениям. Этот список можно продолжать и продолжать. Даже если бы Барак Обама был самым замечательным человеком во всем мире, он был выхолен и приведен ко власти мировой элитой для продвижения их планов. Человечество должно взглянуть за Обаму и понять, что президенты приходят и уходят, а теневое правительство и его программа глобального порабощения продолжается. Как люди могут быть столь глупы и доверчивы, чтобы верить горстке расчетливых преступников? Некоторые люди, голосовавшие за Обаму, пытались выразить, я думаю, перво-наперво что-то стоящее. Свою ненависть к Бушу, к Чейни, к неоконсерватизму, попытку наказать республиканцев за их авантюры, их полицейское государство, их экономическую депрессию. Второй вопрос был экономический. Люди почувствовали, что Буш просто сплавляет их по реке в море кризиса мировой экономики. Конечно, в этом отношении он новоиспеченный Герберт Хувер в ремонт Великой депрессии, так что они пытаются заполучить что-то отличное от того, что уже было. Вся трагедия, конечно, и это реальная причина, почему Обаму лелеяли и подготавливали в течение почти 30 лет. Вся трагедия в том, что Обама пришел, чтобы окончательно расстроить и обмануть все их надежды. Обама — это жестокая мистификация. Он — притворная подделка. Он — абсолютная противоположность всем идеалам, коих вы ожидаете от американского президента. Весьма тревожно видеть добропорядочных людей, попадающихся снова и снова в лапы высокотехнологичной пропаганды. Это случилось после 11 сентября. Американские люди в массе были охвачены психологией толпы, абсурдно бросая свой здравый смысл на ветер и делая все, что им говорила администрация. Широкая публика в конечном счете уловила смысл того, что Джордж В. Буш оказался лживым убийцей и что вся экономика оказалась в свободном падении. Посреди всего этого Барак Обама держал речь, выступая против злоупотреблений людей, находящихся у руля. С выборами Барака Обамы мир возрадовался, что Соединенные Штаты более не в руках психически больных. Но, к сожалению для человечества, это всего лишь очередное порочное мошенничество. Я хотел бы довериться этому парню. Он говорит кротко. Он эрудирован. Он похожий сторонник мира. Он наделен в глазах своих последователей авторитетом и исключительной одаренностью. Но вы знаете, что дерево по-настоящему оценивается качеством своего плода. И когда вы, вроде как, убираете в сторону все цветистые слова, все ораторское искусство и тому подобный рок-н-ролл, то то, что он делает, должно быть в первую очередь важно для людей этой страны. И начинаться все должно с правды. Обама — отъявленный лгун. Он обещал, что выведет войска из Ирака в течение 16 месяцев. Мы имеем Саманту Пауэр, которая в интервью газете Скоттсман сказала, что он не будет связан данными обещаниями. И совершенно очевидно, что он ими и не связан. В сотнях своих речей Обама обещал, что как только он будет избран, в течение 6 месяцев американские войска будут отозваны из Ирака домой. Однако после вступления в должность, сюжет сразу изменился. Теперь он говорит, что они рассмотрят возможность отзыва небольшой части подразделений в течение 16 месяцев. Две недели спустя, сюжет изменился вновь. Теперь администрация рассмотрит возможность отзыва в течение 23 месяцев. Обама уже лжет. Лжет с первого дня выборов, когда пообещал, что выведет нас из кризиса. Хорошо, теперь это в графике и все такое. Сейчас они понимают, что этого не произойдет, потому что люди гораздо более могущественные ввели нас в этот кризис. Когда он впервые выступил, он собирался вывести войска. День первый, я становлюсь президентом, войска возвращаются домой. Нет военного решения проблемы с Ираком и никогда не было. Я начну выводить наши войска из Ирака. Немедленно. Затем это перетекло в 16 месяцев. А сегодня он собирается отправить в Афганистан еще 30 тысяч солдат. Следующий шаг – отправка еще 30 тысяч пехотинцев в Афганистан для оживления зоны конфликта, удвоив там общее количество военных сил. Затем Барак заявил, что собирается установить ракетные системы в Восточной Европе, окружив ими Россию. А в конце концов, что должны мы ожидать после сохранения Обама и Бушевского министра обороны Роберта Гейтса? Результат этой политики таков. Если мы постоянно суемся не в свое дело вблизи границ России посредством этих фашистских подстилок, этих МВФ НАТО-посредников, вроде Ющенко на Украине, или Саакашвили в Грузии, или этих близнецов Качинских в Польше, или целой плеяды политиков в Латвии, Литве, Эстонии, то мы повязаны с этими бандитами. И если они решат затеять войну, то она быстро перерастет в термоядерную третью мировую. Тут неоконсерватизм отдыхает. Буш и Ченни никогда не заходили так далеко, как Бжезинский, Сорос и другие в аппарате Обамы. Барак Обама поклялся, что выступит за аннулирование патриотического акта. Теперь же он выступил за его реавторизацию. Обама порицал детище Бушевской администрации незаконный перехват телефонных сообщений в США. Затем он выступил за его легализацию. Обама обещал, что остановит любую попытку дать неприкосновенность обратной силы телефонным и телекоммуникационным компаниям. Что же затем он незамедлительно выступил за этот законопроект? Большинство людей не знают, к примеру, что он выступил за восстановление патриотического акта и за еще более усердное прослушивание телефонных линий. Кандидат президента Обама произносил речь за речью перед доведенными до отчаяния рабочими фабрик, что пересмотрит соглашения по Нафте и ГАД, сделав их более справедливыми для американских тружеников. Абсолютно верно то, что Нафта была ошибкой. Но затем выяснилось, что высшие корпоративные лидеры получили успокоительные письма, убеждающие не волноваться за эти ничего не значащие слова, сказанные исключительно для поднятия рейтинга. Обама говорил, вы знаете, я против свободных распродаж, мне не нравятся Нафта и все эти свободные распродажи. Затем Остин Голдеби поехал к канадским дипломатам и сказал им, не переживайте за его слова, это просто предвыборная трескотня, она ничего не означает. Кандидат в президенты Барак Обама публично раскритиковал североамериканское соглашение о свободной торговле для поднятия рейтинга. В частном же порядке заверил канадских официальных лиц не беспокоиться по поводу своих слов. Он сказал, что собирается восстановить мир на Среднем Востоке. Он сказал, что собирается дать нам прозрачную и уравновешенную экономику. Он сказал, что собирается избавить нас от лоббистов. Он сказал, что наведет порядок в правительстве. Он сказал, что собирается бороться за окружающую среду. И пункт за пунктом, в первые же месяцы после вступления в должность, он лгал, обманывал и вводил в заблуждение американский народ. Люди Соединенных Штатов и всего мира были полны надеждами, что Обама – человек слова, когда он в первую же неделю в своем управлении подписал правительственное распоряжение, предположительно закрывающее залив Гуатанамо и другие секретные тюрьмы. Когда же прессе фактически представился шанс прочесть это правительственное распоряжение? Они были шокированы, поскольку в нем говорилось только о том, что Обама обдумает целесообразность закрытия Гуатанамо через год. Но хуже всего то, что это правительственное распоряжение предписывало продолжение практики секретного похищения людей с целью перевода их в страны, где можно применять пытки для допроса. Иными словами, экспорт пыток. Они не в курсе, они думают, что он подписался под немедленным закрытием Гуатанамо. На деле же он позволил вывоз заключенных в другие страны, и никто не знает, куда их посылают для выбивания из них информации. Они не знают, что те все сохранили. Обама сегодня продолжает практику секретных арестов, тайных тюрем, и, что наиболее важно, неограниченное временем удержание под арестом без суда и следствия. Когда Верховный суд Британии заявил, что собирается выпустить череду секретных британских и американских приказов по пыткам, что доказывало, что администрация Буша заказывала персонал для систематических жестоких обращений с задержанными, Барак Обама предгрозил, что порвет все связи с разведслужбами Англии и еще соли на рану. Обама сказал, что эта программа важна для национальной безопасности, не только поддержав преступления Буша, но и впоследствии продолжив их. Обама выступил за реинкарнацию патриотического акта и разных поступков уже успел наваять, как мы видели уже его решение с экспортом пыток, его желание отсылать людей без суда и следствия в лагеря пыток для так называемого выбивания правды. Если бы создатели этого фильма решились рассказать о всех случаях лжи Обамы, то лента никогда бы не вышла в свет, потому как каждый божий день рождается новая ложь. Таким образом, в интересах времени мы не говорим о всех случаях, а раскрываем только самые важные. Краеугольным камнем предвыборной кампании Барака и его манипуляторов стало удержание лоббистов и финансистов вне своей администрации. Спустя несколько часов после избрания на пост, Обама заполнил все уровни власти Белого дома и федерального правительства 180 лоббистами и финансистами. Обама выбрал Уильяма Линна, лучшего лоббиста от компании Raytheon, заполнить вторую позицию в Министерстве обороны. Тимоти Гайтнеру, бывшему президенту Нью-Йоркского отделения частного федерального резервного банка, Обама дал должность министра финансов. Гайтнер моментально наполнил Минфин лоббистами, вроде своего начальника штаба Марка Паттерсона, в прошлом лучшего лоббиста американского банка Goldman Sachs. Обама назначил лучшего лоббиста саудовской королевской семьи Джорджа Митчелла быть доверенным лицом по Среднему Востоку. Обама назначил короля лоббистов с Уолл-стрит, Леона Панетта, возглавляет ЦРУ. Том Дэшилл, лидирующий лоббист в фирмах, занимающихся выпуском товаров по укреплению здоровья, был поставлен Обамой руководить Министерством здравоохранения и сферой услуг. И список этот продолжается и продолжается. Затем, на третьей неделе своего управления, Обама запускает новую ложь, еще более вопиющую, чем ранее. Изображая осуждение, достойное Оскара, он сказал, что сильно взволнован насчет банковского бейлаута, государственном оказании банком финансовой помощи для предотвращения волны банкротств клиентов банков, который начальник его штаба, Рахме Монуэль, один из управляющих с Уолл-стрит, и организовал. Обама сказал, что подписал правительственное распоряжение для покрытия фонда зарплат генеральных директоров, взявших бейлаут деньги. Оставалось только две проблемы. Все основные банки и брокерские фирмы были освобождены от этого. А новый закон имел дело только с будущими бейлаутами и теми, кто был на системе акцептирования. Что беспокоит людей, и это справедливо, это то, что руководители банков были вознаграждены за ошибки. Страховая компания AIG, Банков Америка и Сити Групп, которые получили миллиарды долларов для поддержки их на плаву, не попадают под этот план. Только банки, договаривающиеся о будущих соглашениях с правительством, попадают под эти ограничения. Но это, похоже, основано на системе акцептирования, и пресс-секретарю Белого дома, Роберту Гиппсу, пришлось нелегко, объясняя, как принудительные меры должны работать. Хорошо, хорошо, позвольте мне получить, я получу разъяснение от казначейства по этому вопросу. Вообще говоря, он уже самый большой лгун, и самое большое разочарование, что мы имели в недавней истории. Он качественно вне довольно низкого стандарта, установленного Бушем Старшим и Клинтоном с точки зрения выполнения обещаний. И как итог, Обама — потрясающий актер, и еще лучший обманщик. Его послушной список ясен. Он сделал, наоборот, практически все, что обещал для народа. Они будут и далее выдумывать одну ложь за другой. И если вы верите этим людям, то найдите сами для себя наказание. Я не верю ни слову, что они говорят. В течение первого месяца, как только прошел первый банковский Беллаут-расчет, пресса сообщила, что более 5 триллионов долларов просто исчезло из казначейства США. В декабре украденная денежная сумма достигла уже 8,5 триллионов долларов. Руководство обеих политических партий молчало в тряпочку насчет вопроса о исчезновении денег. Осведомленные американцы выступили против частной Федеральной резервной системы перед всеми ее 38 региональными отделениями. Арестовать Бернанки и Полсона. Арестовать всех преступников, кто украл Беллаут деньги. Было приятно видеть людей, выступающих против структуры реальной власти, не сбитыми с толку занавесками вроде Джорджа Буша и Барака Обамы. Мы прибыли в Даллас, штат Техас, чтобы осветить компанию «Мы люди», взявшуюся за реального врага. Я хочу поговорить с рабочими, что стоят вверху на парапете, те, что курят сигареты и только что отскочили назад. Мы знаем, что вы с американским народом. Но поймите, спросите работающих внутри. Вы не находитесь в здании Федерального правительства. Вы в частном Федеральном резерве, который мошеннически использует это имя. Это по аналогии, если бы меня звали Федеральный резерв Джонс. От этого я не стану частью Федерального правительства. Я не федеральное агентство. Но, если бы я сказал, что мое имя Федеральный резерв, я мог бы через проплату политиков уполномочить себя на выпуск национальной валюты и кредитований, а там уж не за горами и скупка всего мира. Что эти преступники и сделали. Многие люди думают, что Федеральный резерв это уже часть правительства. Но это не так. Это контролируется кликой неизбранных, неподотчетных, закулисно встречающихся банкиров. Большинство этих людей даже не проходили формальные процедуры сенатских слушаний или процедуры утверждения в Сенате. Они заявляют, что являются частью правительства Соединенных Штатов. Они маскируются, будто они часть правительства Соединенных Штатов. Но в реальности это просто частное предприятие. Шакалы, гиены, хищники. Все из них верны, но не народу Америки, а банкам с Уолл-стрит, откуда они и пришли. Каждый указывает на барака сегодняшнего президенту Обаму и говорят, ты должен восстановить экономику, ты должен восстановить экономику. А фактически-то президент имеет очень мало чего общего с экономикой. Председатель Федеральной Резервной Системы. Вот у кого в руках линия поведения. Это частная компания, Федеральный Резервный Банк. Они устанавливают правила. Эти парни маскируются под федеральное учреждение. Они являют собой консорциум частных банков. И это их фасад, их холдинговая компания. Это фасад частного банковского картеля. И это для занесения в протокол. Они те, кто ортеструет весь экономический кризис, свидетелями которого мы сегодня являемся. Поэтому мы и здесь. Во время массового митинга нет Федеральному Резерву. Рядом с его даллским отделением. Мы переговорили с Уэйном Полем, братом конгрессмена-республиканца от штата Техас, Рона Поля. В 1913-м был одобрен закон о Федеральной Резервной Системе. Места членов парламента в зале заседания занимали три члена Конгресса, что были в производстве. В то время им нужно было только большинство голосов для прохождения закона. И они этого добились. 20 лет спустя, в 1933-м, во время Рузвельта, Соединенные Штаты объявили себя банкротом. И в этом же году частный банк Федеральный Резерв говорит, «Окей, США, что вы собираетесь закладывать под обеспечение кредита долга, который вы у меня берете?» И что произошло до 1936-го? Кто-то знает? Мы учредили систему социального обеспечения. И вы, и я, и наши дети, и дети наших детей стали закладной под обеспечение кредита долга нашего правительства к Федеральной Резервной Системе. Вот кем мы являемся сегодня. Понадобилось 20 лет, чтобы обанкротить эту страну, и с тех пор наше правительство управляемо под правительственными чрезвычайными полномочиями. Президент — это не тот, кто принимает решения в нашей стране. Фактически этим занимается секретарь казначейства. И поставлен на пост он Федеральным Резервом для управления процессом банкротства. С тех пор мы банкроты. Что ж, напечатать 700 миллиардов долларов и раздать их банкам — это способ выбраться из кризиса? А менеджеру по сопровождению банкротства Федеральный Резерв говорит, «Это должно получиться». Вот куда мы сегодня пришли. Немаловажно то, что за конгрессменом Роном Полем сегодня стоит огромное количество поручителей для рассмотрения в Палате представителей законопроекта об упразднении частного преступного Федсиндиката. В 1913-м власть денег в нашей стране была отнята у народа. По конституционной привилегии это имеет прямое отношение к Конгрессу. Однако данное право было отдано закону о Федеральной Резервной системе. Федеральный Резерв не более государственен, чем Федерал Экспресс. Но до сих пор он полновластен в определении контроля и использовании денег в нашей экономике. Если мы заберем эту власть обратно и поднимем казначейство над Федеральным Резервом, то мы вновь окажемся на позициях возможности контролирования кредитно-денежной политики страны от имени народа Соединенных Штатов. Федеральный Резерв целиком и полностью частный. И Алан Гринспен, экс-председатель Феда, две недели назад по PBS признал это, положительно высказываясь, что Фед стоит над законом, над Конгрессом, над президентом. Любой суд бессилен. Мы управляем Америкой. Что является надлежащими отношениями? Какими должны быть правильные отношения между председателем Федерального Резерва и президентом Соединенных Штатов? Ну, прежде всего, Федеральный Резерв независимое от правительства учреждения. И это означает, по существу, что никакая другая правительственная организация не может оказывать воздействие на нашу деятельность. И пока так заведено, нет никаких признаков того, что администрация или Конгресс или кто-либо еще ходатайствует, что мы делаем дела отличные от тех, что мы считаем адекватными. Таким образом, взаимоотношения, по правде говоря, роли не играют. Обратите внимание, что говорит Гринспен. Гринспен говорит, что Федеральный Резерв вне закона. И в действительности, на практике, так оно и есть. Никто, насколько я знаю, никогда не ревизирует. Не проводил аудит Федерального Резерва. Первое из того, что мы должны сделать, когда национализируем эту организацию, это провести полный ее аудит-проверку. Кто украл деньги? Кто инициировал коррупцию? Существует целая плеяда людей. Волкер, Гринспен, Бернанке и другие. Подумайте, какова надменность. Группа частных банков, что преднамеренно обанкротила нацию с целью завладения ей. Частная группа банков, которая давала взаймы нам в наши собственные деньги, говорит нам, что они выше закона. Вы не выше закона, преступники. Никто не может встать выше закона, включая частный Федеральный Резерв. С самого основания при Удро Уилсоне Федеральный Резерв трижды атаковал нас. Они не остановили обвал в 29-м. Они не прекратили банковскую панику в 32-м, 33-м. И сегодня они причина краха рынка ценных бумаг, потому что они с Аланом Гринспеном и запустили эти ценные бумаги в мир. Вместо того, чтобы наша экономика основывалась на товарах, в сервисах реальной продукции и производстве, все грузится вокруг этих парней, частные лавочки, которые выдает себя за правительственное юридическое лицо, что управляет выпуском валюты и кредитованием. Они навязали нам основанную на долге экономику. Затем они перерезают все жилы, и когда мы все окажемся у них в кулаке, они внедрятся в экономику и консолидируют ее. Над этим они работают в настоящий момент. Об этом говорят их же документы и их же заявления. Они требуют, дайте нам определенную власть, дайте нам триллионы долларов для спасения банков, счет, который уже превышает 5 триллионов, а вовсе не 850 миллиардов, как они говорят. И мы запустим двигатель экономики вновь. Но они накапливают эти деньги, и затем скупают другие банки, что еще не под федеральным резервом. Скупают страховые компании, скупают дороги, инфраструктуры, СМИ, оборонных подрядчиков. Что делают банки? Они вкручиваются в экономику путем обрезания системы кредитования. И когда дела пойдут уже совсем плохо, а они знают прекрасно эту низшую точку, так как затем быстро скупается все возможное. Они начнут возвращать деньги экономике и восстановят все обратно. Вот так они выстраивают и разбивают, опять выстраивают и опять разбивают, всегда на готове. Такова их практика и в остальном мире. Они обдирают как липку какую-то страну, внедряются в нее. Это все всплывает из действий и документов МВФ и Мирового банка. И это те люди, которые утверждают, что они спасители экономики. Люди, что создали практически все важные экономические кризисы за последние 100 лет. Федеральный резерв. Фактически же он не правомерен. Он не конституционен. Он наша фатальная ошибка. И мне кажется, что эту фатальную ошибку сегодня каждый увидит. Они заставили вас думать, что Клинтон порочен в делах управления. Потом, о, Буш спасет нас, но затем и он стал плохой. Теперь мы должны быть спасены нараком Обамы, но ведь он просто зиц-председатель. Но если мы углубимся в эту фазу, то когда они интегрируют экономику, они получат все деньги и весь контроль. Кроме того, им очень нравится рисоваться в роли спасителей. И Обаме в этой истории отведена роль спасителя в течение депрессии. И он, конечно же, типа, спасет нас своими миллионными. Он сказал, что их количество превысит военные силы. Внутренними силами тайной агентуры. Трехмиллионная армия отрядов, тайной агентуры. Дать людям эти работы по шпионаже и государственной волоките для слежки за остальным 290-миллионным американским населением. Это классический фашизм. Коммунисты тоже баловались этим. Каждая авторитарная система делает это. Так что они открыто следуют тому, что группа банков сделала в Германии, в России. В манифесте коммунистической партии Маркса и Энгельса написано, что Центральный банк должен быть частным, потому что все частные Центробанки по существу и есть создатели мыслей, под которыми затем подписались Маркс и Энгельс. Скажите, зачем банкам коммунизм? Они насилуют нас, они объединяют нас, они создают из нас рабочие бригады, они делают из нас рабов, а затем говорят, это человеческий рай. Разве это не чудо? Парень, ты делаешь все правильно. Потом переводят все богатства нации в офшор. Глобалисты вне всех наций. Это гарантирует им безопасность и возможность играть со странами, как соловянами солдатиками. Вот так они внедряют ядро диспотизма в Соединенные Штаты. Но у нас есть интернет. Количество нас увеличивается. Подобно взрыву, увеличивается альтернативная СМИ. Поэтому они пытаются контролировать и обложить налогом всемирную сеть. Но дело в том, что уже поздно. Они играют по правилам 20-го столетия, но на дворе 21-й век. Век противостояния тарании. И что нас ждет? Это серьезная борьба с людьми и свободным человечеством с одной стороны, и новым мировым порядком с другой. И каждый из вас по другую сторону экрана на счету. Каждый должен быть занят в этом бою, как ничем другим вы не были заняты ранее. Потому что борьба это за выживание. Все зависит от разоблачения этих людей и раскрывания людям глаз на преступные планы и вдохновителей нового мирового порядка. Мы здесь имеем дело с крысами короля, людьми, внедряющими тиранию по всему миру. Или они падут, или мы. Или мрак распространится по миру, и эпоха тирании и гнета с напалением науки вступит в свои права. Или взойдет новая эра свободы и независимости. Выбор за вами, люди. Вы можете проверить все факты данной фильме и убедиться, что здесь басни не рассказывают. Но не откладывайте. Начинайте расследование сейчас. Будьте вовлечены в дело. Времени у нас не так и много. Если вы ищете решение, взгляните в зеркало. Взгляните прямо в зеркало, потому что вы в нем. Мужчины, женщины, старики, молодые, черные, белые. Никто не останется безразличным к вопросу, победят они или победит свобода, и у людей появится шанс на будущее. Они холодные эвгенисты. Эти бесчувственные люди считают себя нашими богами, нашими хозяевами, нас же почитай за черник. Эти люди финансировали в свое время Ленина, Гитлера, Мао. Ядро порока в их сути, и им нужно сопротивляться. До того, как убили Кеннеди, и началась война во Вьетнаме, Соединенные Штаты были мощным двигателем мирового прогресса. С убийством Кеннеди и других в 60-х. С началом войны во Вьетнаме началось полное доминирование лидирующих фигур с Уолл-Стрит над любыми другими интересами. Ничто не принималось в расчет, за исключением, конечно, самих хозяев денег. Это преобразило США в машину разрушения. Но такое положение дел не должно оставаться в силе. Интерес народа Америки в борьбе за разрыв связи между нашим правительством и Уолл-Стрит и преобразование Соединенных Штатов в двигатель прогресса, что легко получится, если мы разрушим силы людей, которые стоят за Обамой. Основные банки Европы, основанные Адамом Вейсгалптом и Ротшильдом, Национальный банк Парижа, Банк Англии, Банк Италии, за последние 200 лет финансировали мессианство, это учение о вере в пришествие Избавителя, и военных лидеров. Банковский картель основал свой плацдарм в 1913-м посредством закона о Федеральном резерве. В 1947-м через закон о национальной безопасности они учреждают параллельное теневое правительство. С 1947-го аппарат национальной безопасности начал долгий процесс впитывания федеральной и государственной бюрократии господства исполнительной власти, в то же время сводя на нет конституционные силы страны. Взяв под контроль выпуск национальной валюты и систему кредитования, частная лавка Федерального резерва оказалась в состоянии скупить большую часть из 500 крупнейших компаний. Если компания не желала продаваться, банкиры спускали на нее федеральных регуляторов и лишали бизнеса. Частные центральные банки в Европе, Соединенных Штатах и Англии брали деньги налогоплательщиков и одалживали их под 30% годовых странам третьего мира. Затем банки подкупали лидеров тех стран, чтобы те не возвращали одолженные деньги. Их марионетки из третьего мира подписывали соглашение, что когда в стране произойдет дефолт, банкам будут отданы все природные ресурсы и инфраструктура когда-то независимых земель. Но хуже всего, что эти страны обязывались предоставлять будущие налоги, собранные с народа, в вечный доход частным банкам. В 2000 году осталось совсем немного стран, которые не пали под планами властителей денег. Глобалисты теперь были готовы начать свою заключительную фазу мирового правительственного поглощения и разрушения национальных экономических систем Запада. Для выполнения заключительного поглощения они сначала отменили банковские регулятивные правила, такие как закон Гласса-Стигала в конце 90-х. Это позволило их передовым компаниям выпускать в свет беспредельные кредиты и организовывать колоссальные схемы панзи, мошеннические инвестиционные операции, которые выплачивают возвращение инвесторам из их собственных денег. Эти мошенничества бурно преподносились корпоративными средствами массовой информации, как полностью законные. По причине фантастической выручки, частные инвесторы, корпорации, государственные и местные органы власти инвестировали по-черному. Они проглотили приманку вместе с крючком, леской и грузилом. В конце 2007-го, чтобы разрушить доверие народа, банкиры сами стали поносить мошенничество, которое они и затеяли. Затем банкиры Центробанка резко срезали цунами неразменных бумажных денег, которые использовались для раздувания мыльного пузыря. Когда общественность и Конгресс отказались подписывать финансовым олигархам бланковый чек, банкиры запустили механизм финансового террора. Они дали понять, что мир будет втянут в новую Великую депрессию, если их требования останутся неудовлетворены. Это еще сильнее покоробило доверие народа. На фондовом рынке немедленно произошло падение, масштабов которого история еще не знала. Но даже этого оказалось недостаточно для принуждения Конгресса капитулировать перед офшорными банками. Сенатор Ихнов из Оклахомы и конгрессмен Брэд Шерман из Калифорнии среди других открыли миру, что Конгресс был предупрежден Белым домом и Министерством финансов, что если они не утвердят так называемый бейлаут-законопроект для удержания банков на плаву, в стране будет объявлено военное положение. Единственный путь для утверждения этого законопроекта – создание и поддержание атмосферы паники. Та атмосфера не оправдана. Многим из нас было сказано в приватных беседах, что если мы в понедельник проголосуем против этого законопроекта, то небо обрушится. Котировки на рынке упадут на 2-3 тысячи пунктов в первый день, и еще на пару тысяч во второй. А некоторым членам Конгресса даже было сказано, что если мы скажем «нет», в Америке будет введено военное положение. И вот это я называю запугиванием, ничем не обоснованным. Заключительная версия законопроекта удерживалась в секрете от Конгресса до последней минуты перед голосованием 3 октября 2008-го. Федеральный резерв пообещал полную отчетность за каждый потраченный цент. Демократам и республиканцам, кто выступил против этого плана, я скажу – будьте ответственны за необдуманности. Давайте делать то, что правильно для этой страны, потому что время действовать поджимает нас. Для предотвращения возможности перероста кризиса в катастрофу. Уже после принятия, общественность с ужасом поняла, что данный законопроект на самом деле является финансовым государственным переворотом, организованным Уолл-Стрит. Законопроект не просто отдавал 700 миллиардов долларов банкам, это был бланковый, чистый чек. И к февралю 2009-го 9,7 триллионов долларов исчезло в черной дыре. В течение 24-х часов после утверждения законопроекта, секретарь казначейства Генри Полсон сказал, что они более не собирались использовать деньги, чтобы разморозить ипотечный рынок, покупая безнадежный долг. Мы обратились в Конгресс с ликвидными активами, казалось, вышло бы все, но ситуация усугубилась, что изменило и факты. Я никогда не буду приносить извинения за изменение подхода или стратегии, когда факты изменяются. Полсон тем временем признал, что на самом деле второстепенный ипотечный кризис не является причиной падения всей мировой банковской системы и банкротства многих банков Лондона и Уолл-Стрит. Он сказал, о, мы скупим все что угодно, но мы не будем беспокоиться о второстепенных ипотечных займах. О чем он говорит? О производных финансовых инструментах, они ядро этого кризиса. Полсон продолжил, сказав, что куда ушли деньги, секрет. Я искренне верю в то, что банковские организации представляют большую опасность для нашей свободы, чем вражеские армии. Если американский народ когда-либо позволит частным банкам контролировать выпуск национальной валюты, создавать инфляции и дефляции, то банки и корпорации, что вырастут как грибы, лишат народ собственности, и дети их проснутся бездомными на земле, завоеванной отцами своими. В этом случае власть, захваченная банками, должна быть передана обратно людям, кому она принадлежит по праву. Томас Джефферсон, третий президент Соединенных Штатов. Секретарь Полсон пришел с вице-президентом и председателем Феда Бернанке и сделал все эти заверения, что существует абсолютная и немедленная необходимость избавления от всех коррозийных дериватных финансовых инструментов. Вы понимаете, все под разными именами, и для этого вездесущие подписки, повторно проданного обмена неуплаты за должности по кредиту, и все такое. Но они говорили о них, как если бы они знали, каковы они были. Вы достали деньги, и вы немедленно спрашиваете, какие позиции, какой аукцион. Теперь казначейство только и занимается, как кромсанием этого законопроекта. И вы знаете, у нас тут ситуация сложилась, когда банки тайно накапливают деньги, полученные от 700-миллиардной программы по освобождению проблемных активов, и они используют те деньги для покупки других банков. И внезапно казначейство посылает банкам команду, забудьте об этом, мы дадим вам столько денег, сколько вы попросите, а дальше трассите их на свое усмотрение. Если вы не направите это в определенное русло, то ничего не произойдет. Не думаю, что кто-либо поставит под сомнение тот факт, что вы работаете не покладая рук, мистер Кашкари. Мы только хотим спросить, на кого вы работаете? На протяжении всей этой тяжбы президент Буш и сенатор Обама работали в тандеме для ратификации Конгрессом этого законопроекта, не удосужившись даже прочесть его. Несмотря на тот факт, что по опросам 98% американского населения были против данного законопроекта, лидеры обеих партий рвали на себя рубаху за его ратификацию. И я хочу от всей души поблагодарить Барака Обаму, что мы были все задействованы в этом. Из-за отменной условий законопроекта, что убеждают людей, наконец-таки он дал им уверенность, что это было правильным решением для всего народа Америки, несмотря на то, что, по нашему мнению, этот законопроект требует доработок. И я хочу заострить особое внимание и также поблагодарить личность, что на данный момент не среди нас. И это Барак Обама, который множество раз говорил об этой необходимости, и не только среди нас, но и среди участников предвыборных фракционных совещаний, и помог нам собрать голоса со стороны демократов для утверждения данного законопроекта. Главы банков затем похвалились перед прессой, что они накапливали бейлаут деньги, и затем использовали их для покупки более малых, но здоровых банков и страховых компаний. Следующий шаг. Центральные банки отдали взаймы федеральному правительству 787 миллиардов долларов из наших собственных денег под проценты для так называемого стимуляционного пакета расходов. И так же, как и с законом бейлаута, Конгрессу дали менее часа для ознакомления с 1070 страницами стимуляционного проекта. Барак Обама, обязавшийся во время предвыборной суеты сохранять паузу минимум в 5 дней, между выходом законопроекта и голосованием по его ратификации, чтобы Конгресс и люди имели шанс его прочесть, сказал, что стимуляционный законопроект был слишком важен, чтобы терять время на то, чтобы кто-то его читал до принятия, иначе промедление смерти подобно. Делать малое или вообще стоять на месте приведет к еще большим нехваткам, еще большим потерям рабочих мест, к еще большим потерям в доходах, и самое важное, к большей потере доверия. Эти недостачи могут обернуть кризис в катастрофу, и я отказываюсь позволить этому случиться. После пятничной ратификации законопроекта президент Барак Обама в спесивой манере взял 4-дневный отпуск и сказал, что не было никакой необходимости так спешить его подписывать. В действительности ассигнование являлось законопроектом поглощения, предназначенным для дальнейшей федерализации Соединенных Штатов, и полной расплаты с богатыми спонсорами, что сделали пожертвования обеим партиям. Когда мир все глубже втягивало в депрессию, банкиры праздновали дешевую распродажу, которую они и создали. По моему мнению, фраза «офисные трудности» весьма преувеличена. Да, Келли. Почему я? О, трудности. Почему финансовый кризис случился при мне? Как душераздирающий. Пожалеть себя? Что-то не кажется мне, что избранный президент Обама будет полон самораскаяния. С их доступом к неограниченному декретному капиталу, теперь они могут скупить сектора мировой экономики, что им доселе неподвластны были. Более сотни лет англо-американская правящая элита работала для достижения мировой системной черты, искусственно спроектированного глобального банкротства. В выступлении перед трехсторонней комиссией в июне 1991 года Дэвид Рокфеллер наметил конечную цель в планах элиты. Всемирная верховная власть элиты рационалистов и мировые банкиры несомненно приоритетнее национальному самоопределению, практикуемому в последние века. Теперь, когда банкиры держат мир в заложниках, они выставляют свой ультиматум. Единственным решением для восстановления мировой экономики является установление мирового правительства, управляемого новым планетарным банком, являющимся их собственностью. Неожиданно сотни видных изданий анонсировали способ решения проблемы, единственное спасение для народа. Журнал Time в своей статье, названный «Новый мировой порядок», сказал, что новый супербанк, более большой и могущественный, чем Международный валютный фонд, должен контролировать все мировые валюты, устанавливать процентные ставки и давать по голове непослушным странам, вроде США. На встрече глав центробанков и министров финансов скандировали «Бреттон-Вудс-2». Высшими банкирами, разработавшими финансовый кризис, была поднята за навесы секретности плана для мирового правительства. Прежде суверенные государства теперь должны будут выплачивать свои налоги напрямую банковскому картелю. Сотни новых налогов на топливо, контролирующие все аспекты человеческой деятельности, будут только началом. Теперь элите осталось всего лишь продать общественности смирение с финальной фазой их плана слияния. Из-за Обамы осталась работа по оболваниванию публики в этой уступке, чтобы план банкиров мог бы продвигаться беспрепятственно. Никогда еще во всей истории США масс-медиа так не поддерживала, не стояла стеной за президента, как это происходит с Обамой. Пресса сняла практически все ограничения в возложении венца непогрешимости над челом Обамы, спасителя людей. Элита ставит на кон все, что они имеют, используя божий дар Обамы, надеясь, что он сможет продать весь мир их деспотическому проекту. Да, есть различия между Америкой и Европой. Нет сомнения, что сохранятся они и в будущем. Но идеи о всемирном гражданстве продолжают связывать нас. Смена лидеров в Вашингтоне не повлияет на них. В этом новом столетии американцам и европейцам в одинаковой степени потребуется сделать большее, не меньшее. Товарищество и сотрудничество между нациями не выбор. Это единственный путь. Мы должны дать им преимущество в создании такого мирового порядка, который, я думаю, каждый из нас хотел бы видеть. На самом деле, Обама не просто продолжает линию поведения Джорджа В. Буша. Он радикально расширяет ее. Я благодарю президента Буша за его службу нашему народу. Этот фильм привел вызывающей боль документальные факты, что повестка дня Барака Обамы совершенно противоположно той, которая, по его утверждениям, должна быть. Теперь мы снимаем вуальс настоящих планов Обамы и его кукловодов. Номер один. Поставить Соединенные Штаты под полный экономический контроль нового образования, частного офшорного банка, планируемого как Планетарный банк или Банк Мира. Более сотен новых налогов сегодня разрабатывается под прикрытием ограждений от выбросов в атмосферу парниковых газов. Новые налоги будут поступать напрямую в консорциум частного банка. На уровне производителя налоги будут выплачиваться животноводческими фермами за продукты жизнедеятельности животных. На потребительском уровне за те же продукты жизнедеятельности животных мы будем платить налоги на любые виды местных продуктов говядину, курятину, свинину и рыбу. Все машины будут оснащены спутниковыми приборами слежения, что будут облагать налогом помильное вождение. И дополнительными налогами будут облагаться все виды ископаемого топлива, включая природный газ. На все товары из пластика будет поставлен углеродный налог. Газовые нагреватели для применения вне помещений и камины должны быть тоже обложены налогом. Все электричество, произведенное электростанциями на угле, будет обложено налогом. Под системой ограничений торговли граждане будут вынуждены платить налоги на тысячи всевозможных продуктов частным службам по ограничению торговли, принадлежащим Алгору и другим из элиты. Налоги будут введены на лампочки, воду, сбор мусора, полеты на самолете, поездки в поезде, автобусы, на корабле, медицину, производство металла, горную промышленность, одежду, прачечную, асфальт. И это только начало очень длинного списка. Но чтобы по-настоящему преобразовать нашу экономику, чтобы защитить нашу безопасность и спасти нашу планету от разрушительных климатических изменений, нам надо, наконец, создать чистую, восстанавливаемую энергию, вид энергии, приносящий доход. И я прошу Конгресс дать мне законодательную силу, что установит основанное на рыночных принципах ограничения на углеродные выбросы в атмосферу и приведет к производству обновляемых типов энергии в Америке. Вот что нам нужно. Само понятие антропогенного потепления это мошенничество. Другими словами, идея, что планета становится теплее и что человеческая деятельность каким-то образом влияет на это является псевдонаучной ложью. Это один большой и чудовищный обман. Вспомните нацистов с их расовой наукой, расовой гигиеной. Она утверждала, что арийская кровь отличается от любых других видов крови. Это было, конечно, полным идиотизмом и фантастическим абсурдом. Сегодня у нас происходит кое-что похожее. Глобальное потепление из-за деятельности человека. И ответом на это является налог на углекислый газ, плюс система ограничений торговли согласно пожеланиям Алгора, принца Чарльза и по существу всего мирового банковского сообщества, мировой олигархии. Чего они пытаются этим добиться, так это увековечить текущую систему, в которой банки управляют миром, финансисты управляют миром, а остальным людям остается одно большое ничего. Но запомните, если вы пытаетесь ввести принципы ограничений торговли и налог на углеродное глобальное потепление под соусом спасения полярных медведей, то в результате вы добьетесь уничтожения человеческого общества. Вы станете причиной геноцида в мировых масштабах. Потери будут измеряться сотнями миллионов, а возможно, биллиардами человеческих жизней. Сама эта идея означает, что никакого развития не светит Африке, никакого развития не предвидится для бедных областей Юго-Востока Азии, и никакого выхода мировой экономики из кризиса никогда в течение всей нашей последующей жизни. Поэтому исключительно важно разоблачать и бороться с псевдонаучной басней о глобальном потеплении. И еще кое-что. Вам не нужен климатолог, чтобы убедиться, что все это чистой воды, мошенничество. Я историк, и могу вам сказать, что за прошедшие тысячи лет Земля прошла через период очень высоких температур, названных средневековый теплый период, когда разного рода полутропическая растительность произрастала далеко на севере. Это было в районе 1100-1200 годов, и совпадает с периодом небывалого количества солнечных пятен. Сегодня можно сказать, что мы вступаем в следующий период максимальной активности Солнца, и будет порядочное потепление, но мы укладываемся в рамки и лимиты средневекового теплого периода. В районе 1600-го и 1650-го годов в Северной Европе был ледниковый период, Северное море было заполнено льдом, немецкие, голландские и английские порты были переполнены льдом. Это соответствует рекордно низкой солнечной активности, известной как минимум Шпари и минимум Мондера. Это очевидно, что основные причины изменений в климате связаны с активностью Солнца. Научный факт, что и другие планеты, не только Земля, немного нагреваются в настоящее время в результате увеличивающейся солнечной активности, но мы хорошо укладываемся в эти температурные покачивания природы. И то, что по утверждениям олигархов научно обосновано, на деле является псевдонаучной ересью и должно быть отвергнуто. Номер два. Социальные проектировщики полностью осознают, что повальное увлечение Обамой быстро сойдет на нет. Поэтому они ускоряют темпы в создании наиболее репрессивной полицейской сети государственного контроля в истории человечества. 20 тысяч солдат, великолепно тренированных регулярных армейских войск, развернутых для патрулирования улиц Соединенных Штатов. Федеральное агентство по чрезвычайным обстоятельствам ФЕМА строит сегодня в каждом регионе страны гигантские лагеря. А Конгресс уже утвердил проекты, такие как закон о центрах по чрезвычайному положению HR-645, который ставят местные органы власти и полицию под контроль федерального правительства. И мы все это знаем, потому как наблюдали эти дела. Они готовы к бунтам. Со всеми этими местами заключения, которые открываются по всей стране, со всеми тренировками полиции для контролирования мятежей на случай экономического бедствия и голодных бунтов. Они знают, что происходит, и они готовы к этому. И людям также следует готовиться к этому. Каждый, который не будет готов к тому, что произойдет, заслуживает того, что он поимеет в результате, поскольку вокруг нас достаточно информации, указывающей на проблемы, и они должны предпринять все предупредительные меры. Далее, Обама приказал Министерству обороны выпустить директиву DOD 1404.10, учреждающую миллионную гражданскую армию под контрольную президенту. Одновременно, Обама запускает новый веб-сайт USA-service.org, который лживо маскируется под агентство федерального правительства. В действительности же, это инструмент вербовки для создания обособленной, полностью частной, внеправительственной армии, которая будет получать приказы напрямую от кукловодов Обамы. Барак Обама отказался отменить решение президентской директивы за номером 51, подписанное Джорджем В. Бушем. Директива прямо указывает, президент — это диктатор, а Конгресс — формальное образование. Мы не можем более полагаться исключительно на наших военных в плане достижения целевых функций по безопасности, которые мы определили. У нас должны быть гражданские силы национальной безопасности настолько же мощны, настолько же сильны и так же хорошо организованы, как существующая армия. Президент Обама и глава аппарата Белого дома Рам Эммануэль неоднократно заявляли, что все американцы до 64 лет будут насильно призваны на федеральную службу. Гражданство не является ни к чему не обязывающей категорией. Оно подразумевает определенные обязанности. Каждый в возрасте где-то от 18 до 25 лет пройдет базовую трехмесячную военную подготовку и получит основные понятия в своего рода гражданской обороне. Служба не будет подразумевать во всех случаях ношение униформы. И если вы поговорите с нашими генералами, то первое, в чем они отчаянно нуждаются, это гражданский дубликат наших военных сил. Выходит, это будет воинской повинностью? Это будет обязательно для каждого в возрасте от 18 до 25 в течение трех месяцев. В определенный момент каждый пройдет это. Безусловно, я не буду просто разглагольствовать про то, какой это идеальный законопроект. Мы постоянно прорабатываем данный вопрос. Вы можете пройти этот курс во время летних каникул или после окончания колледжа. Если у вас есть демагог, двигающий фанатичные массы народа, являющий собой культ личности, кто навязывает план группы высших банкиров и финансовых олигархов, это фашизм. Интернет-сайт Обама на переходный период Change.gov провозгласил, что учащиеся средней школы студенты колледжей будут в принудительном порядке находиться на службе у федерального правительства. Фашизм делает ставку на низоты общества. Хулиганы, головорезы, пылкие студенты-идеалисты, рящиеся подростки. Вот такие вещи происходят вокруг Обамы. Путь, которым вы заставляете население поработить самих себя, это когда полиция и армия становятся несостоятельными. И я думаю, что это, это, если вы левый либерал, то пора открыть глаза на эти вещи. Все юные американцы от 18 до 24 лет будут призваны в военизированные внутренние силы безопасности. Если Обама завершит задуманное, то взрослые населения и пожилые также будут вынуждены другими разновидностями службы модернизировать отечество. Номер 3. Обезоруживание американского народа. Сотрудники Обамы в Конгрессе ввели на сегодняшний день более 10 законов, которые покончат с второй поправкой, какой мы ее знаем. HR 1022 дает новому генеральному прокурору Эрику Холдеру полную власть в запрете любого типа огнестрельного оружия, который он только пожелает. В 2008 перед Верховным судом в деле о запрете огнестрельного оружия в округе Колумбия под именем округ Колумбия против Хеллер истец приводил доводы в пользу полного разоружения американского народа и что только военные должны владеть огнестрельным оружием. HR 257 предполагает запрещение всех видов молодежных видов спорта по стрельбе, включая Олимпийские стрелковые клубы и МХО. HR 45 вынуждает всех владельцев оружия подвергнуться федеральному психологическому досмотру, регистрации и тесту на хранение оружия. Глава аппарата Белого дома Рам Эммануэль предложил внесудебный запрет на ношение оружия для любого американца, включенного в составленный по лживым критериям в списке запретов на полеты. Вот так. Если вы в списке запретов на полеты, потому что вас определили как возможного террориста, то вы не можете купить огнестрельное оружие в Америке. Более 25 тысяч американцев добавляются каждый месяц в список на запрет полетов, что включает более миллиона людей, ни разу не обвиненных или признанных виновными в каком-либо преступлении. Этот случай об ошибочной идентификации пятилетнего мальчика из Норманди-парк. Он не смог сесть на самолет из-за того, что кто-то с таким же именем в розыске у федерального правительства. Наш корреспондент в прямом эфире из аэропорта Ситек рассказывает. Лори, тяжело представить, что пятилетний ребенок может представлять угрозу, но это именно то, что произошло здесь, в Ситек, на прошлой неделе, когда сюда прибыл Мэтью Гарднер для полета в Лос-Анджелес. Пятилетний Мэтью Гарднер настолько же безобиден, насколько и любой ребенок его возраста. Но когда он со своей мамой регистрировались на посадку в Ситек на прошлой неделе, Мэтью посчитали уголовником. Если вы в списке запретов на полеты, то ваше право на служение в армии аннулировано, поскольку вы больше не часть американской семьи. И вы не заслуживаете это право. Никаких прав для вас, если вы в этом списке террористов. И несмотря на то, что Мэтью Гарднер ходит в детский садик, работники администрации безопасности транспорта все же провели полномасштабное расследование. Они перевернули весь багаж, они тщательно изучали каждую вещь. Надя Кантер говорит, что было нелегко находиться в роли возможной угрозы национальной безопасности. Я подняла сына, обняла его и сказала, «Все в порядке, все будет хорошо». Но они сразу одернули меня, сказав, что мне не разрешается прикасаться к нему и что он представляет угрозу для безопасности. И меня придется еще раз обыскать на предмет того, что он мне не передал ничего опасного. Номер четыре. Массовые ограничения на первую поправку, гарантирующую свободу слова. Президент, Конгресс и Федеральная комиссия США по средствам связи анонсировали планы не только по жесткой цензуре радио и прессы, но также и по осуществлению чисток в интернете с помощью доктрины справедливости Орвилла. Машина Обамы также оказывает давление на Конгресс и утверждение законов о нетерпимых высказываниях, хейт-спич, на деле призванных заткнуть критиков плохо осуществляемой на скорую руку социальной политики, тем самым полностью выпотрошить первую поправку. Номер пять. Они планируют дальнейшую федерализацию здравоохранения. Это ведет к тому, что правительство может диктовать, какой тип помощи граждане получат. Смоделированное по британской системе оно включает нормированную помощь и ограничения на процедуры, на которые инвалиды и пожилые имеют право. Номер шесть. Обама уже проталкивает расширение бюджета Министерства обороны и распредоточение еще большего количества американских войск за рубежом, окружая Россию, Китай, Иран, а также создавая новые базы НАТО в Африке под предлогом гуманитарной помощи, получая влияние над Африкой и оккупируя ее через американский Африком. Мы обсуждаем ваши телефонные звонки, ваше мнение по Бараку Обаме. Действительно ли он животное вожак, ведущее свое стадо на убой, человек-ширма, предатель? «На связи Джорджия». Энтони, какова ваша точка зрения насчет Обамы? Они выставляют его лицо как часть своих связей с общественностью. Это как в старых сказках о вампирах. вампир не может заявиться в чьей-либо дом непрошенным гостем. Это перечит их своего рода законом. Так что вампиру приходится убедить, склонить живущего в доме человека, открыть двери и пригласить его. И вот, взгляните на людей вокруг Обамы, которые выглядят как он и похожи на его стороне. Они говорят, «Окей, вот мой союзник, позвольте мне открыть дверь и впустить этого человека». И затем Барак Обама, кто, конечно, человек переднего плана в американской империи, собирается поставить в подчинение Африкому весь ВМС США, всю американскую армию и американских морских пехотинцев. И, понятно, он направит затем их в Новый Ирак и в Новый Афганистан. Все эти действия, что происходят сегодня в Ираке и Афганистане, распространятся и на бедные страны Африки. Это позор. Сэр, я согласен с вами. Они ищут человека, они видят красивое и улыбающееся африканское лицо. Весь такой рубаха-парень из Кении. Потом он оказывается от головы до пят рекламной приманкой. Ведь так же и делаются распродажи в США, вождей коренного индейского населения, распродажи своего народа. Это старый книжный прием. Они также могут умиротворить самые утоптанные в грязь национальные меньшинства Соединенных Штатов. И он говорит, «Эй, будьте готовы к жертвам, будьте готовы к потере своего уровня жизни». А они сразу, «Да, я люблю Обаму». Они никогда не смогли бы избежать неприятностей с этим, с Джорджем Маккейном. По существу вот что Обама делает. Первый постулат. Выкинуть китайцев из Африки. Выкинуть их из Судана, где они получают нефть. Выкинуть их из Зимбабве, где их сырьевые базы. Запустить механизм гражданской войны в Конго, в другом большом источнике природного сырья. Аль-Каида, подразделение разведывательного ведомства США, сегодня активно в Алжире, Тунисе, Марокко. Дестабилизация обстановки сегодня происходит в Кении, где проживает Адинго. Это кузен Обамы. Это парень, у которого два ребенка, племянник Обама Рауль и Винни, его племянница, названная в честь Винни Манделлы, которая практиковала повешения и политические убийства в Южной Африке. В общем, этот Адинго и есть операция ЦРУ по дестабилизации в Кении. Адинго входит в Исламский альянс с целью сокрушения христиан в этой стране. Это также уже достигло Эфиопии и далее идет в Уганду, Конго, Танзанию и остальную группу стран этого региона. В общем, вся Африка превращается в поле боя между США и Китаем во главе с Обамой с целью выгнать китайцев по геополитическим причинам. Номер семь. Радикально расширить федеральный контроль над семьями фермеров и ранчо путем системы идентификации скота и владений. Номер восемь. Ускорить слияние Соединенных Штатов с Канадой и Мексикой через сотрудничество о безопасности и процветании. Также ускоряется передача полномочий остаточной федеральной власти в неизбранные полуправительственные органы, такие как Всемирная торговая организация. Номер девять. Обама, убедительно играя роль президента, должен уверить людей Соединенных Штатов, что эра доллара фактически прошла. Это решающий пункт главной стратегии глобалистов, потому как в течение четырех или восьми лет Обама должен будет довершить это дело, взяв затем на себя вину, как и Буш сделал в свое время, выполняя план стратегов нового мирового порядка. А к тому времени элита подготовит и усадит новую куклу на церемониальное место государственной власти, выставив его очередным спасителем, но не более чем на время президентства. Вот так процесс и повторяется вновь и вновь. И чтобы их программа работала, необходимо, чтобы люди не поняли такую вещь, что президентство сегодня чистый театр. Потому что иначе люди перестанут созерцать пешек и начнут искать короля. Через эту систему обмана план элиты может осуществляться постоянно, потому что люди растачивают всю свою политическую энергию, следя за дебатами в масс-медиа-спектаклях, вместо того, чтобы исследовать повестку дня и планы глобалистов. Номер 10. Работа Обамы продавать публике установки глобалистов, которые не в лучших интересах людей. Но у господ много торговцев. Поэтому все же основная его функция защитить преступных олигархов от руки закона, пока они разграбляют по всему миру экономику и затевают новые войны. Они названы Generation O, поколение вперед, и они ключ к победе Барака Обамы на выборах. Это в наших наших силах. Это в наших наших силах. По ходу предвыборной кампании Обама использовал интернет, как никто из кандидатов до него, аккумулируя энергию миллионов своих сторонников. Но вопрос в том, что делать с этой молодой, горячей, энергичной армией. Это дает Бараку Обаме и его администрации контактную информацию и множество людей. Так что в следующий раз, когда ему надо будет протолкнуть свой законопроект, он может состыковаться со всеми этими людьми для поддержки. Кеннеди подобна. Это все очень напоминает, когда Джон Кеннеди был выбран. Крики, улыбки, слезы радости. Господи Боже, это лучший день в моей жизни. Это был предел победы Обамы, и был он самым внушительным пределом. Я видела фотографию Обамы, играющего в баскетбол, и я сказала, а знаете что? Я вижу в нем лидера. И мяч, что планета, с его ладонией. Запомните этот исторический миг, чтите этот день, когда история изменилась навсегда. Его уверенная улыбка и добрый взгляд служат источником вдохновения для всех нас. Подводя итог, Барак Обама – это фантазия, созданная Мэдисон Авеню. Все бешеное поклонение Обаме, проталкиваемое корпоративной масс-медиа, научно спроектировано для захвата народа в сеть эйфории, массово давлеющей утопии. Если новый мировой порядок будет просто развлекать публику в течение еще нескольких лет, то элита может спокойно докончить создание своей полицейской сети государственного контроля. Многое время мы вообще не хотим знать, какой выход из всего этого. Мы не хотим его знать, мы чувствуем... Ну, в общем, когда ты ощущаешь это ложное чувство удовлетворения, ведь черный человек в президентском кресле, значит, все будет хорошо. Но нет, ничего хорошего не ожидается, пока вы не взглянете на повестку дня, что была у демократической партии, какая она сейчас и какая будет, независимо от того, президент ли Обама или нет. Вот реальность. Барак Обама Барак Обама Безупречный троянский конь. Он дает людям чувство, что они наконец-то имеют место за столом, даже если он предаст их. Мне больше не придется беспокоиться за выплату своей ипотеки. О, это такое благословение видеть вас, мессер президент! Благодарю, что уделили нам короткий перерыв своего рабочего дня! За всю свою жизнь я думала, этого никогда уже не произойдет. Печально, что многие сторонники Обамы не видят, что на самом деле прямо перед их лицами, поскольку они уже инвестировали самую свою суть в это искусственно созданное культовое движение. На протяжении всей истории это повторяется раз за разом, вновь и вновь. Люди переворачивают свой интеллект, окунаясь в массовую истерию культа личности. И это происходит снова. Доказательства, представленные в этом фильме, являются полностью документальными фактами. И те, кто игнорируют, чему история научила нас, делают это в опасность и себе, и остальным. Как бы пугающей ни была информация, приведенная в этом фильме, мы многое можем сделать, чтобы пресечь планы глобалистов на корню. Во-первых, мы разоблачаем культ Обамы, который есть гнусный обман. Далее, понять, что 24 июля мы все находились под жесткой пропагандой. Расследуйте сами весь информационный поток, исходящий от политических партий, масс-медиа или этого фильма. Будьте в курсе уловок, что элита использует, такие как липовые террористические атаки, распланированные ими же самими и другие подобные кризисы. Откройте для себя вновь Конституцию и Билли о правах. Поддерживайте развитие истинной свободы. Нет ни одной причины, по которой интернационалисты пытаются разрушить суверенитет 50 штатов. Они знают, что это одна из наибольших угроз своему господству. Федеральное правительство полностью захвачено внешними и наземными интересами. Более 25 штатов признали этот факт и принимают действия для блокирования нового мирового порядка на государственном уровне, заявляя о полномочиях, данных им десятой поправкой. И что важнее всего, это колоссальное пробуждение, происходящее сегодня в Соединенных Штатах и по всему миру против планов глобалистов. Свободные люди повсюду объединяются вместе, чтобы сказать, нет коррупции и тирании, нет мировому правительству. Это центр терпения. А терпение – это то, что побеждает в войнах. Несколько людей ты убил, но как долго ты можешь выдерживать испытания? Джордж Уошингтон проиграл почти каждое сражение, но он терпел. Он перетерпел бритишей. Вот как битва была выиграна. Он выдержал испытания временем. И каждый из вас, кто смотрит это, каждый столь же важен, как люди, которые были нашими отцами-основателями. Вы настолько же важны, как и сыны свободы, которые встретились в 1770-х, обсудить понятие свободы, обсудить понятие республики, обсудить понятие по-настоящему свободной страны. Миллиарды людей на планете. И требуется только один, чтобы изменить все. Вы именно он? Это может быть любой снующий по классу парень. Вся ваша школа может оказаться в центре урагана из буйных подростков, приходящих на уроки с оружием. А вы именно тот? У природы есть путь разнообразия. Природа многое отбрасывает в сторону в поисках именно того. И если вы собираетесь идти по жизни в стиле «Давайте перебьем друг друга», «Давайте не уважать друг друга», тогда вы, будучи частью плана природы, также являетесь частью крайности. Но, если вы будете думать больше о себе, чем просто уходить в крайность, то вы сделаете больше для самого себя. Вы тот ли единственный? Каждый не сможет этого добиться. Но у вас есть шанс спасти самого себя. Нам не надо смотреть на тысячелетия или даже на прошедшие столетия, чтобы понять, насколько опасна ситуация сегодняшнего дня. Можно взглянуть назад на Октябрьскую революцию в России. Мы видим процесс поглощения большевиками, говорящими о народной революции, о изменениях к лучшему. И вот пришел Ленин, а затем Сталин. Но факт остается фактом. Более 40 миллионов русских с 1925 по 1940, честных русских, людей, что были христианами, людей, кто имел свои частные предприятия, бизнес, образованных людей, были уничтожены, поскольку у них был свой бизнес, поскольку они были образованы, и потому что верили в законы Божьи. Мы можем взглянуть на Германию. Германия находилась в очень-очень ужасной экономической ситуации, и вот вождь, покорящий души и сердца масс, входит на сцену, и имя ему Адольф Гитлер. Он отстраивает дороги, он обещает лучшую жизнь для народа, и в течение 10 лет мы видим в стране полностью национализированное, централизованное диктаторское положение, когда многие миллионы людей были уничтожены. И затем мы можем бросить свой взгляд на майоистский Китай. Пришел Мао, он тоже обещал изменения, он тоже обещал лучшую жизнь. И в последующие 5 лет 60 миллионов китайцев было уничтожено. Они не учат этому, они не учат этому в школах сегодня, а ведь это было не так давно. И я молю, я молю Бога, что этого не повторится и в Соединенных Штатах. И не произойдет этого, если вы и ваши друзья, и все мы примем решительные действия, сказав «нет, эта страна крайне драгоценна, она крайне изумительна, это слишком хорошее место, чтобы уложить его жертвой». Величие этой страны может возродиться, как только мы сломаем кандалы купленного правительства, что сдерживает нас. Есть кое-что в Америке, в большей степени, чем в какой-либо другой стране. Это дух предпринимательства, это новаторские способности. Знаете, если бы я был рожден в Италии, то я не стал бы тенденционным аналитиком, поскольку я был бы зажат в культуру, мыслящую определенным образом. У нас есть свобода выражения и свобода мышления, которые могут освободить нас для воссоздания величия этой страны. Если, если диктатура не возьмет вверх. Человечество сегодня находится на историческом перекрестке. Силы глобализма маршируют по дороге абсолютного деспотизма. Взгляните в зеркало, подсчитайте цену и решите, согласны ли вы позволить истории повториться. Или, высоко стоя в рядах приверженцев свободы, остановите довершение создания мировой диктатуры. Фильм, переведенный, озвучен в четвертом месяце 2009 года в Кишиневе, Молдова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok